Честь дня рождения! С 4 июня мы запускаем праздник длиною в 11 дней. В игру на карте Александровск ММ вернется Соло Джаггернаут с повышенным шансом выпадения голдов. Вас ждет специальное обновленное оформление, повышенные фонды битв, увеличенный вдвое опыт, коинбоксы, а также праздничный сюрприз. А вот какой? Узнаете 4 июня. Об этих и других сюрпризах празднования нашего дня рождения в следующем видеоблоге. Какие там скидки, голды и все прочее, но уже имеются свои зарисовочки. И относительно недавно выходил видеоролик, в котором я говорил, какие там будут скидки, какие будут фонды, голды и прочее. Сегодня я на этом акцентировать свое внимание не хотел бы. Но сегодня я хотел бы поговорить о том, что вообще будет у нас в игре. Что будет вообще в игре у нас, друзья? Что будет в игре на данный праздник? Что разработчики вообще игры планируют? Почему говорят о том, что информация будет только поздняя? Почему в самый последний момент скажут лишь все, что будет происходить? Понятное дело, что начинается праздник 4 числа, продлится 2 недели. Это круто, да, замечательно, окей. Но информации до сих пор у нас нет. Нет информации о том, будет ли арес, о котором говорили у нас, да, сегодня по этому поводу. Я тоже расскажу свою точку зрения, что я думаю по этому поводу. И прочие другие разные вопросы, да. То есть у нас нет конкретной инфы, но уже на данный период времени я для себя какие-то вещи здесь подметил, что именно мы увидим. И расскажу, наверное, свою точку зрения, что я думаю по этому всему поводу. Если вам нравятся подобного рода видеоролики, извините, что я, конечно, сейчас тут с вступлением затянул, то не забывайте прожимать лайк и не забывайте подписываться на канал, дабы у нас как бы все дело красиво продвигалось. Начинать я, конечно, хотел бы с именно... А, что у меня так звук громко? Начинать я, конечно, хотел бы, друзья, с того, что мы уже имеем, что мы знаем по поводу данного дня рождения. Это то, что у нас будет джиггернаут карта, карта Александровска, отличная карта, которая нравится довольно большому количеству игроков, и в том числе мне. Это не какой-то там Брест или еще какая-то нубская карта, которая будет критовать, постоянно у тебя будет гореть на нее. А обычно хорошая карта Александровск с голдами, к сожалению, тысячными, но с повышенным шансом выпадения, и с соло джиггернаутом. Соло джиггернаута у нас в игре, к слову, тоже давно не было, поэтому это довольно-таки позитивный момент. Дальше, понятное дело, что будут фанды, о которых, к слову, если я не ошибаюсь, не сказали. Фанды, возможно, будут даже x3, потому что у нас уже, как минимум, имеется x2 опыт. x2 опыт. Это отличная возможность для всех тех игроков, которые не гонятся за какими-то эффективностями, за какими-то коэффициентами отлично быстро поднимать свою легенду. К слову, совсем скоро выйдет еще один видеоролик, который будет связан уже непосредственно с опытом. У меня есть тоже, что сказать по этому поводу, и мне, ну, наверное, отдельный видос уже по этому всему расскажу. Поэтому отличная возможность у вас имеется поднимать свое звание, если у вас, например, не такое большое, у вас есть хороший гараж, вы хотите быстро прокачаться, просто начинаете катать. x2 опыт. Это то, что вам, по сути, нужно. Но если вы, конечно, гонитесь за коэффициентами какими-то, еще чем-то хорошим, нагибаторским, то, понятное дело, что вас это особо интересовать не будет никак. И, ну, вы будете только из этого извлечать какие-то минусы и думать о том, что, да ну нафиг, какой x2 опыт, а как же я буду поднимать свою эффективность, свой коэффициентик, то, конечно, вам это, ну, ничем абсолютно не поможет. И я думаю, что вас это только в каком-то моменте просто расстроит. Но я считаю, что, по сути, да, если не гнаться ни за какими коэффициентами, то это очень позитивная вещь. И я, например, также могу поднять свою легенду, которую я думал, что буду поднимать очень и очень долго, а с такими всякими движениями все это делать становится намного-таки, намного-таки проще. Так же, друзья, я думаю, что у многих имеется прямо сейчас вопрос в голове, будет ли арес на день рождения танков. Как это у нас говорили, то, что арес выйдет, все будет. Я вам скажу прямо сейчас на 99% и я уверен в то, что арес у нас не появится. На это есть очень большое количество причин разного характера и того характера, почему оно не может взять, и это сложное обновление с самым, либо с одним из самых непростых корпусов в игре, оно не может произойти, просто взять и появиться. Да, должны быть тесты, должны быть разобраны ошибки, баги и прочие-прочие вещи. И я на данный период времени отлично понимаю, что у нас осталось чересчур мало времени до день рождения танков и, соответственно, арест у нас никаким образом выйти вообще, в принципе, никак не может. Я думаю, что многие игроки уже и сами это понимают, но для тех, кто не понимает, я, в принципе, всю эту вещь высказал. И аргументов есть очень много, да, то есть ни одно такое обновление не выходит без каких-то тестов, тестовых серверов и прочих вещей, чтобы исключить как можно больше ошибок, чтобы их не вести в основные сервера. Дальше это анонсы, да, которые всегда есть, да, и про них там рассказывают, что оно будет появляться, и все-все-все-все-все с этим связано, про арест молчат, 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 говорили, что сначала арест апрель, арест теперь уже день рождения танков, но я для себя отлично понимаю, что такое обновление, ну, хорошо, если выйдет к концу этого года, ну, хорошо, если выйдет к концу этому года, и то с ним, я думаю, что уже на данный период времени имеется большое количество ошибок, которые нужно решать, которые нужно исправлять, и, соответственно, такие обновления так быстро появляться у нас в игре никак не могут. Но вот что может реально у нас появиться на день рождения танков, так это новый дрон Кризис, о котором я, к слову, не записывал никакого видеоролика, не рассказывал по этому поводу вообще абсолютно ничего, так как, ну, не считал нужным, да, там, заходить на тесты, вы сами можете там перейти, посмотреть этих куча моря видеороликов однотипных, да, и если бы я бы зашел бы и так же само бы записал такой же самый простой видеоролик и сказал бы, о, ничего себе, а там дрон так быстро едет с нейтрой и все такое, да, ну, понятное дело, что никакого интереса у вас бы особо не было, да, если вы хотите, вы сами можете зайти там на тестовый сервер и посмотреть механику самого данного дрона, и больше, по сути, ничего. Когда данный дрон появится на основных серверах, а я думаю, что он появится уже через пару-тройку дней, я, конечно же, его протестирую, покажу, расскажу, что я вообще думаю по этому поводу, ну, и поиграем, конечно, на нем в матчмейкинге с разными интересными вооружениями, попробуем выжить вообще из данного дрона максимум, потому что я уверен, что будут игроки, которые, да и люди, которые меня смотрят, которые захотят выбить данный дрон, поэтому данный тест, ну, непосредственно, конечно, и для меня интересен, для вас интересен посмотреть вообще, на что способен данный интересный дрон. Ну и, подводя итог, друзья, да, что может быть еще у нас на день рождения танков, я думаю, что, что могут скрывать, да, если вдруг, если вдруг каким-то образом дрон у нас не выходит на день рождения ТО, да, но у нас имеется информация о том, что будет что-то уникальное, то я думаю, что это, наверное, такие какие-то жесткие, интересные супермиссии, да, которые будут нравиться всем, и, соответственно, именно это могут там скрывать разработчики у нас игры. Плюс какой-то интересный челлендж, которого уже давным-давно у нас не было, потому что эти однотипные челленджи по тысяче звезд и с призом скин-контейнер, я думаю, что уже очень-очень большому количеству игроков просто-напросто надоели, и уже особо, по сути, даже и не хочется их выполнять. Если вы все скины повыбивали, как я, например, то я думаю, что у вас складывается такое же впечатление, как у меня. Ну ладно, сейчас еще хоть контейнеры нужны, нужно повыбивать устройство на харючек, например, иммунитетик какой-нибудь мне интересный, и тогда будет вообще все очень-очень прикольненько и классненько. В общем и целом, друзья, наверное, это все, что я хотел сказать сегодня в данном видеоролике. Понимаю, что видосов у нас не было пару-тройку дней, извиняюсь за это, постараюсь в ближайшее время записывать больше видосов, рассказывать по всем мыслям, которые у меня имеются. Пока я уверен, что следующий видеоролик будет еще не игрового формата, а будет разговорного формата, да. Я надеюсь на вашу поддержку, на лайки, на подписки. Также не забывайте нажимать на колокольчик и смотреть на ссылки, которые у нас имеются в описании на группу ВК. Следите за командой, приходите на стримы. С вами был мистер Ванька, всем, друзья, спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.